Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка из постных рецептов. Мы будем готовить компот из мандаринов, очень вкусный соус из замороженных ягод, два потрясающих постных зеленых салата, картошечку по-деревенски и быстрые маринованные овощи. Вот с овощей-то мы и начнем. Такие овощи можно есть не только в пост, но и поставить на праздничный стол. Нам понадобится морковка, которую нужно помыть и почистить от кожуры. Затем нарезать соломкой. Вообще для этой закуски можно брать не только морковь и другие продукты из видео, но и абсолютно любые фрукты и овощи. Но сначала я рекомендую вам приготовить закуску точно по рецепту, а дальше уже будете смотреть по своему вкусу. После того, как нарезали соломкой морковь, берем свежий огурец и тоже точно так же его нарезаем. Кожуру с огурца снимать не нужно. Дальше мы берем самый-самый обычный репчатый лук и нарезаем его очень тонкими полукольцами. Если у вас нет репчатого лука и вы его не любите, можете взять другой, например, красный крымский лук или лук шалот. Еще нам понадобится перчик чили. Его нужно разрезать и вынуть из него семечки. Но если вы любите закуску поострее, то семечки не вынимайте, потому что именно они дают всю остроту. В общем, здесь смотрите сами, как вам больше нравится. Я семечки убрала, потому что мне нравится острая кухня, но не настолько. Сам перчик мы нарезаем на тонкие полукольца. Чтобы наша закуска получилась еще более яркой, можно взять разноцветные перцы. У меня был зеленый перчик и красный. Все наши ингредиенты порезаны. Теперь мы приготовим, собственно, маринад. Берем самый обычный столовый уксус 6% и наливаем его в мисочку. Затем в уксус добавляем сахар и немножко соли. Все это хорошенько перемешиваем до однородной консистенции. В идеале сахар и соль должны полностью раствориться. Теперь берем салатник или глубокое блюдо или тарелку. Смотря где вы хотите мариновать салат, точнее закуску и сколько у вас ее получилось по количеству. Перекладываем туда все наши ингредиенты и добавляем консервированный ананас. Если вы не любите консервированный ананас, или у вас его нет, можно добавить свежий. Но мне кажется, что консервированный найти проще и стоит он дешевле. Если ананас порезан на кусочки, то дополнительно разрезать не надо. Если у вас консервированный ананас с колечками, то, конечно же, его нужно порезать. Добавляем ананас к нашим ингредиентам и поливаем все это маринадом. Теперь хорошенько перемешиваем нашу закуску, чтобы все овощи были покрыты маринадом. И даем ей промариноваться примерно 10-15 минут. Потом сразу же подаем. Да-да, подавать можно сразу же, потому что это экспресс-маринад и закуска готова уже через 15 минут. В принципе, можно мариновать овощи даже в тарелке, в той, в которой вы будете подавать закуску на стол. Вот такая яркая и совершенно постная красота у нас получается, и мы переходим к следующему рецепту. Будем готовить картофель по-деревенски в духовке. Нужно взять хороший, качественный картофель, хорошенько его помыть прям очень хорошо, желательно со щеткой или специальным средством для овощей и фруктов, и затем нарезать на четвертинки. Самое главное, чтобы кусочки картофеля были одинакового размера, чтобы картофель равномерно приготовился в духовке. Теперь берем глубокое блюдо, наливаем в него растительное масло, я взяла самое обычное подсолнечное масло, добавляем туда немножко соли. Здесь будьте аккуратнее и не пересолите картофель, это сделать очень легко. Дальше туда же к маслу добавляем паприку и сухой чеснок. Я больше люблю использовать сухой чеснок в рецептах, но если вы хотите взять свежий чеснок, отлично, просто выдавите или раздавите, мелко пробите зубчик чеснока. Хорошо перемешиваем наш маринад и перекладываем туда картофель. Перемешиваем картофель с пряным маслом руками, лучше всего это сделать руками, чтобы каждый кусочек картофеля был хорошо покрыт маринадом. После этого застилаем противень бумагой для выпечки и выкладываем на него картофель ровным слоем. Если позволяет время, можно оставить картофель промариноваться в специях примерно на 15-20 минут. Но это совершенно не обязательно, картошка и так получится потрясающе вкусной. Запекаем картофель при 200 градусах примерно 30 минут до золотистой красивой хрустящей корочки. Вот такая красота у нас получается. Если честно, мне даже не верится, что это блюдо абсолютно постное и невероятно вкусное. Вообще, даже не знаю, что может быть вкуснее на гарнир, чем хрустящий картофель по-деревенски. И мы переходим к следующему блюду. Будем готовить потрясающе вкусный, яркий, постный витаминный салат с зеленью и помидорками. Берем помидорки, хорошо их моем, высушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на небольшие кусочки. Помидоры можно взять разных цветов, например, красный и желтый. Тогда салат получится еще ярче. Теперь берем блендер. Важно, чтобы он был достаточно мощный. Высыпаем в блендер грецкие орехи. Добавляем сухой гранулированный чеснок, можно заменить на свежий, если хотите, уксус и оливковое масло. Закрываем блендер крышкой и измельчаем все это дело до однородности, примерно 20 секунд. И это будет заправка для нашего салата. Теперь берем красивое блюдо или тарелку, в общем, то, в чем будем подавать салат. Выкладываем в нее зелень. Зелень, если крупную, можно порвать руками, я этого не делала, положила целиком. Сверху на зелень раскладываем помидорки и сверху выкладываем нашу ореховую заправку. Если хотите, салат можно поперчить и посолить по вкусу. Салат можно даже не перемешивать и сразу подать к столу. Этот салат невероятно яркий, вкусный, сытный и очень красивый. Я его просто обожаю и готовлю не только в пост, но и просто так на ужин. А еще он отлично подойдет на праздничный стол. И теперь готовим второй салат, тоже постный, тоже зеленый. И сразу же сделаем заправку. Берем небольшую мисочку и выдавливаем в нее немножечко лимонного сока. Затем в эту миску наливаем оливковое масло. Если нет оливкового масла, можно взять обычное подсолнечное. Добавляем немного соли и хорошую качественную горчицу. Хорошенько перемешиваем нашу заправку с помощью чайной ложки до однородности. И переходим к салату. Берем репчатый лук или лук-шалот и нарезаем его на тонкие кружочки. Или можно порезать полукольцами, как вам больше нравится. Что же делать, чтобы не плакать? У меня слезы обычно льются прямо градом. Сразу же перекладываем лук в салатник или в глубокое блюдо и переходим к перчику. Я просто обожаю сладкие болгарские перцы и стараюсь их добавлять во все овощные салаты, в постный в том числе. Болгарский перец нужно нарезать на небольшие кусочки. Только не забудьте, что из перцев, конечно же, нужно вынуть семена. Нарезанный перец перекладываем в салатник к луку и займемся помидорками. Для салата можно взять абсолютно любые помидоры, большие, обычные помидоры или помидоры черри. Если вы используете классические нормальные большие помидорки, то их нужно нарезать на произвольные небольшие кусочки, примерно так же, как мы порезали перцы. Если готовим из помидорок черри, то их достаточно будет разрезать на половинки. Нарезанные помидорки тоже отправляем в салатник и переходим к пекинской капусте. Капусту можно нашинковать, порезать на полоски или на кусочки, на произвольные, как я это сделала на видео. Разницы здесь абсолютно никакой. И все делаем в вашем вкусе. Нарезанную пекинскую капусту кладем в салатник к нашим остальным овощам и возвращаемся к нашей заправке, той, которую мы делали в самом начале видео из оливкового масла, горчицы и лимонного сока. Поливаем заправкой наш салат и все хорошенько перемешиваем. Эта заправка просто потрясающая, она абсолютно постная, очень вкусная, очень пикантная и интересная. Это не просто заправить салат маслом, поверьте. И вообще, я очень рекомендую сохранить рецепт этой заправки для других салатов. Она вам пригодится. И следующий рецепт это сладкий постный соус к постным блинам, оладьям или каким-то запеканкам. Знаю, что в морозилке у вас осталось много замороженных ягод еще с лета. Давайте приготовим из них не компот, не пирог, а что-то необычное и новое. Уверена, что в пост вам точно хочется новых рецептов. Берем апельсин, снимаем с него цедру. Можно это сделать на терке или специальным ножом. И из-за оставшегося апельсина выжимаем сок. В небольшой кастрюле соединяем замороженные ягоды. У меня была замороженная смородина с дачи, которую выращивает мой дедушка. А туда же добавляем сразу же сахар. Сахар можно брать белый или коричневый, какой у вас есть, какой вам больше нравится. Туда же в кастрюлю к ягодам кидаем пряности, цедру и апельсиновый сок, который мы с вами выжимали. Из пряностей я взяла немножечко гвоздики и одну палочку корицы. Ставим кастрюлю на огонь и варим до закипания и потом еще 10 минут. Постоянно перемешивайте соус, чтобы все ингредиенты равномерно распределились и сахар хорошенько растворился. Этот соус пока что похож на варенье. Теперь берем немножко холодной воды, высыпаем туда крахмал, все это хорошенько перемешиваем. Вода обязательно должна быть холодная. И теперь тонкой струйкой постоянно помешивая вливаем крахмал в наш ягодный соус. Возвращаем соус на плиту и варим на тихом огне до загустения. У вас уйдет примерно 5, 10 или 15 минут, смотря какая густота вам нужна. Посмотрите, какой аппетитный, красивый и очень вкусный соус у нас получается. И это не просто варенье, это ягодный соус с апельсиновым соком, цедрой и пряностями. Поверьте, это потрясающе вкусно. И теперь мы приготовим необычный постный компот из мандаринов. Уверена, что компоты в пост выварите часто, а ягодные компоты вам уже надоели. Давайте приготовим что-то новенькое. Мандариновый компот это правда необычно, вкусно и интересно. Берем мандарины и очищаем их от кожуры. Кожуру можно не выбрасывать, а приготовить из нее какие-то пряности или цукаты. Рецепты есть у меня на канале. Теперь берем кастрюлю, в которой будем варить компот. Разделяем мандарины на дольки и складываем в эту кастрюлю. Да-да, это не форма для запекания, а у меня такая стеклянная кастрюля и на ней можно готовить на плите. Правда для того, чтобы готовить на газовой плите нужно обязательно использовать рассекатель пламени, иначе стекло может треснуть. Теперь к мандаринам добавляем пряности. Вы можете брать абсолютно любые пряности, которые вам нравятся. Я взяла бадьян, немножечко гвоздики, измельченную корицу и такой же измельченный кардамон. Заливаем наш будущий мандариновый компот водой. Обязательно, чтобы вода была или фильтрованная, или кипяченая, или бутилированная. Пожалуйста, не готовьте с водой из-под крана. Добавляем в компот немножечко корок от мандаринов и насыпаем сахар. Сахар здесь тоже можно брать белый или коричневый. Какой вы больше любите или какой есть у вас дома. Теперь хорошенько перемешиваем наш компот и ставим его на плиту. варим компот до закипания. Я варю на медленном огне, потому что у меня стеклянная кастрюля. Когда компот закипит, даем ему повариться на тихом огне еще примерно 3-5 минуточек. Затем огонь выключаем, накрываем кастрюлю крышкой и даем компоту настояться еще примерно полчаса. Чем дольше компот постоит, тем вкуснее получится. Чтобы вам не мешали дольки мандаринов и кусочки пряностей, компот можно процедить через сито. Кстати, такой компот вкусный как в горячем, так и в холодном виде. Но в холодном виде он больше похож на пряный лимонад. Думаю, что обязательно попробую приготовить такой компот и летом. Это очень вкусно и необычно. Надеюсь, мои постные рецепты вам понравились. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и всем желаю приятного поста. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok